Добро пожаловать, добро пожаловать, welcome на канал Бессонов, а также эта трансляция будет проводиться на канале GoToUSA, одноименном канале компании GoToUSA.ru, призванной помочь и нашим сатическим, да и вообще сориентироваться на территории Соединенных Штатов Америки. И сегодняшний эфир, он будет очень важен, так как у нас будет дипломированный медицинский работник Надежда, которая расскажет о своем опыте покорения жизни и вообще, как она видит в Соединенных Штатов Америки, что ей удалось там сделать для своей жизни и может быть в чем-то сможет Надежда вам помочь, тем более если вы медицинский работник. Надежда, немножечко о себе, у нас регламент 20 минут, в котором мы должны максимально сделать толковый и полезный эфир и возможно для кого-то, я надеюсь в этом, это будет одни из самых полезных 20 минут в жизни. Надежда, прошу. Замечательно, да, спасибо большое за приглашение, меня звать Надежда. Я выросла в Турк-Невашхабаде, переехала в Соединенные Штаты Америки 15 лет назад и вот уже как лет своей жизни, даже немножко больше 10 лет своей жизни посвятила сестринскому делу. Хочу сразу оговориться, что метра в наших странах и медсестра в США – это совершенно две разные вещи. У медсестры в США намного больше есть карьерных возможностей, намного больше образовательных возможностей. Вот, чему, собственно, я как бы посвятила свою жизнь, доучившись до доктора, до долгой степени, именно по сестринскому делу. То есть доктор-врач как медицинский и доктор сестринского дела – это две разные вещи. Вот. И хотя очень многие, очень многие наши обязанности перекрещиваются, скажем так. Ну, Надя, я так понимаю, ты приехала не доктором сестринского дела, ты приехала с каким багажом, вот, чтобы для ориентира? Я приехала 18 лет с багажом, равняющимся практически нулю. То есть у меня была за спиной только законченная школа, при всем при том, что у нас 9 лет общего среднего образования, ни 12, ни 10, как в других странах, да. Вот. Только это и было на руках, больше ничего. А в какой город приехала вот с самого начала? Где сейчас находишься? Приехала в Майами, там до сих пор живу все 15 лет. Отличный город. Я считаю, что один из лучших городов вообще в мире, чтобы жить и тем более развиваться. Хорошо. Ты сказала, что это большая разница между Россией и Штатами. Расскажи, как, почему, что, в чем состоит твоя работа, что ты делаешь, в чем ты можешь быть полезна, как с тобой можно посотрудничать, чтобы люди знали, видели, к кому обращаться? Конечно, да, спасибо. Значит, смотрите, у нас такое принято, да, вот, ну, не только в России вообще, СНГ, сестра, это как второй сорт. Это вот, человек не доучился до врача, и получается, ну, медсестра, да, да, как бы, такое даже и отношение более халатное, и, можно сказать, даже, чтобы их уважают сильно, и не в работе, да, не в обществе. Тогда, как в США, вот, когда, если знакомишься, если они тебя спрашивают, чем ты сестра, первая реакция у них, ты умная, наверное, да, вот ты такая умная, что ты на медсестру выучилась, да, сразу идет совершенно другое отношение, тебя уважают, к тебе относятся как к человеку-профессионалу, к тебе относятся как к человеку, который имеет много знаний и который является, как бы, одним из лидеров в своем сообществе. То есть совершенно день и ночь по отношению других людей к тебе, да. Меня, когда мои одноклассники спрашивают, чем ты занимаешься, да, вот с Туркменистана, мне иногда стыдно сказать, да, что я медсестра, потому что они меня не поймут. Они не поймут того, какой путь я прошла и чем я занимаюсь и какое у меня образование, да. Вот, то есть, в принципе, хочу сказать, вот в этом отличие. Во-первых, позиция, да, социальная. В-третьих, платят американским медсестрам, конечно, очень хорошо, достойно, да, скажем так. И стабильность работы, конечно, стабильность работы всегда есть. И есть куда двигаться, то есть не обязательно на одном уровне. То есть, когда, как в СНГ и в России, да, там вот есть эта медсестра, самая большая твоя мечта может быть, это, ну, стать главной медсестрой в больнице, да. Больше всего потолок уже нет. Тогда, как здесь США, можно выучиться дальше, можно получить гистерскую степень, можно получить докторскую степень, открыть свое дело, свою клинику. Можно открыть что-то совершенно не связанное с медициной, а связанное с образованием, допустим, да. Можно работать профессором в престижных университетах, ну, опять-таки, с определенными, да. То есть, sky is the limit, как говорят американцы, да. Можно все, что угодно выдумать, построить бизнес, построить карьеру, построить свою жизнь именно так, как хочется. Ну, я тут хочу спросить. Вот, во-первых, хочу сказать, что это какой-то, наверное, стереотип, потому что у меня и в голову не приходило, что медсестра, это какой-то второй сорт, это может быть что-то профессиональное, но у меня таких мыслей не было, и тем более, что медсестра в СНГ, я знаю, как там все лицензируется, поэтому, ну, это чисто мое мнение, окей, это оставим. Ну, вот ты сказала, что очень достойно оплачивается вопрос, сколько чего стоит на начальном уровне, сколько до этого уровня нужно, чтобы дойти до этого уровня, что нужно иметь, а помогают ли российские дипломы в том, чтобы приехать в Штаты с ними и начать с чего, и с чего можно начать с российскими дипломами, как можно дойти до какого-то уровня, вот какую-то вот лесенку обозначить, пожалуйста, чтобы наши зрители посмотрели и сделали для себя выводы какие-то. Да, значит, опять-таки медсестер очень разные распорядки, разные категории медсестер. Если начать с LBN и LPN, да, это младшая медсестра, они обычно работают где? Они работают в домах для престарелых, они работают в офисах медицинских, иногда в больницах, но в больницах сейчас с ковидом их намного чаще можно встретить, чем раньше, до ковида, потому что больницы уходили от этого, так сказать, уходили от этой модели и нанимали больше registered nurses. У них считается на порядок выше лицензия и больше немного образования, поэтому они хотели больше все-таки видеть registered nurses, а не LPNs, не младших медсестер, а как бы, скажем так, старших медсестер, да. Если мы будем говорить вот про АРН, что есть самый распространенный вид медсестер, да, в Майами на старт дают около 20-25 долларов в час, но тогда как в Калифорнии такой же АРН дают 45 долларов в час. Обалдеть, а сколько рабочих, сколько часов смены? Смены, если мы говорим про госпиталь, то в госпитале смена около 12 часов официально, иногда бывает до 14, до 16 часов максимум, больше 16 часов работать нельзя. То есть правильно я понимаю, что медсестра может получать 500 долларов в день? Может, почему нет, может и больше получать. Вот, на данный момент есть очень распространено travel nursing, это работа по контракту, когда вас посылают в какие-то места, где не хватает, да, медсестер в другой штат, в другой город, и эта работа может оплачиваться вплоть до 110-115 долларов в час. Хорошо, а что нужно, чтобы вот попробовать себя в качестве медсестры? Не то, чтобы я так хочу, но как бы, что нужно, чтобы вот стартовать? То есть, и может быть, и к вопросу о российских дипломах считаются, котируются ли они там? Да, значит, смотрите, если у вас имеется именно диплом, в котором написано «сестринское дело», то есть это медбрат, медсестра, то этот диплом вам очень может пригодиться. Что вы можете с этим дипломом сделать? Вы приезжаете сюда, переводите, эвалюируете этот диплом на американские стандарты и можете сразу без обучения сдавать экзамен на лицензию. Если этот экзамен вы успешно сдали, то, пожалуйста, поздравляю вас, у вас на руках лицензия, вы можете начинать работать, да? То есть вы не тратите 2-3-4 года на обучение, вы не платите ничего, кроме вот этой эвалюации диплома, и уже у вас на руках лицензия. Теперь, если у вас любой другой диплом со смежной или не со смежной профессией, даже если это врачебный диплом, он вам поможет меньше. Почему? Потому что именно врачебное дело и сестринство у нас разделяются очень строго. То есть получается как? Если вот вы врач, вы приехали, хотите работать медсестрой, медбратом, то, к сожалению, вам придется отучиться. Ваш диплом просто так эвалюировать и сдать экзамен невозможно. Тут сразу же вопрос возникает. А вот диплом о сестринском деле, полученный в России, может ли быть основанием, который поможет получить визу в Соединенные Штаты Америки, и тем более в силу обстоятельств с ковидом. То есть понятно, что есть потребность в медсестрах. Соответственно, может ли диплом, полученный в России, естественского дела, дать основание для получения визы в США? Это же тоже очень важно. Ну вот смотрите, существуют агентства, которые нанимают медсестеры интернационально, международно. Американские агентства очень любят медсестеры из Филиппин и Индии. Почему? Потому что они уже говорят достаточно хорошо на английском языке, и потому что система обучения у них американская. Потому что американцы пришли в свое время, установили свои школы, установили свои порядки там, и теперь они знают, что система образования примерно одинаковая. Вот. А нанимают ли из других стран? Да, нанимают тоже, но при этом могут быть трудности. У меня есть контакты нескольких агентств, которые я, соответственно, своим подписчикам тоже раздавала. Что я слышу от них обратно, обратную связь? Я слышу, что они говорят, что им не нравятся медсестры с России. Почему? Потому что другая образовательная система. Поэтому. Вот. Даже если английский на уровне, то достаточно трудно. Но если, допустим, вы уже работали, я не знаю, в Арабских Эмиратах, часто ездят работать, в Финляндию часто ездят работать, то я считаю, что это может вам помочь. С вашим резюме вы можете показать и сказать, что я уже международно работала, я имею опыт. Вот. И почему бы и не попробовать? Ну, то есть какие шаги получаются? Допустим, что у меня есть медсестринское образование. Я собираю и опыт работы в тех же Эмиратах. Я готовлю диплом и перевожу, если надо. Как-то, значит, подтверждаю юридически, что у меня есть опыт работы в Эмиратах. Я подаю сначала эти документы, получается, присылаю в госпиталь, и они что-то там отписывают. И я получаю что-то, и с этим идут в посольство. Вот как вот это вот обстоит дело? Значит, вы работаете напрямую с агентством. С госпиталем вы не работаете. Агентство смотрит ваше резюме, смотрит все документы, которые вам посылаете. Агентство вам же, если вы подходите, они вам дают контракт, они вам присылают приглашение на работу, с которым вы, на основании которого вы идете в посольство брать визу, рабочую визу. Да. Теперь, по этой рабочей визе, когда вы приезжаете, вам уже тоже агентство помогает сдать экзамен, чтобы у вас была лицензия. Без лицензии работать нельзя, даже если вы приехали через агентство. Вот. И затем вы уже начинаете работать, и, соответственно, по окончанию срока двухлетнего, трехлетнего контракта, в зависимости от того, какие условия у вас, да, то вам предоставляется грин-карта на основании работы, на основании того, что вы работали. Ну, звучит это очень хорошо, но хочется еще задать вопросы. Вот очень неплохая сумма выходит, допустим, возьмем 500 долларов в день. А какие налоги с этой суммы будут удержаны, и сколько останется на руках в итоге? Ну, к сожалению, это очень трудно ответить, потому что у каждого штата своя система налогообложения. То есть есть федеральная система налогообложения, которую вы должны отплатить как государству, да? А есть еще поштатовая система налогообложения. Например, в Майами у нас во Флориде нет штатового налога. У нас нет этого налога, но при этом и платят нам меньше. А в Калифорнии, в Нью-Йорке есть налог от штата, плюс еще есть федеральный налог, но платят им больше. Ну, хорошо, давай поговорим о Майами. Вот сколько в Майами тебе приходится платить налогов? Ну, при всем при том, что, смотрите, на данный момент на своем уровне образования я получаю около 53 долларов в час, да? И, значит, за каждые две недели примерно мне начисляется около 4300, вот где-то так в районе, да? В районе 4400 долларов. Из этих денег я плачу каждые две недели налогов около 600-700 долларов, каждые две недели. Ну, то есть, грубо говоря, в месяц получается 8, и налогов из этих 1200. 1400 где-то, 1200-1400 долларов, да. Ну, это все равно очень неплохо выходит, и звучит это потрясающе, очень перспективно. Хорошо, а если говорить о деталях профессии, там, сколько медсестра имеет право работать, какие перспективы у нее, как она может двигаться дальше, там, не знаю, получать отпуска, какие-то бенефиты от государства, выход на пенсию. Опять же, очень интересно по поводу пенсии в Соединенных Штатах Америки узнать, сколько получают пенсионеры, потому что они путешествуют, я смотрю, по всему миру. Вот на эти вопросы есть ли какие-то ответы? Да, конечно. Пенсия как работает? В зависимости от того, на кого вы работаете, да. То есть почему тут очень любят работать, допустим, на государство, на государственные структуры, потому что они предлагают хорошие льготы. Да, конечно, платить они могут немножечко меньше, чем все остальные, но при этом льготы у них замечательные после того, как отработали примерно 10 лет. Для примера, существует такая сеть госпиталей, которая называется VA, Better in Affairs, да. Это госпиталя, в которых лечатся именно ветераны войны, которые в любой войне воевали в США, либо которые находились на службе в вооруженных силах, они имеют право приходить и лечиться в таких госпиталях. Если медсестра отрабатывает 10 лет в таком госпитале, то она уже имеет в себе дальше пенсию. Это плюс к тому, что она сама себе накопит. То есть есть система накопления, которая от вас, вы взносы делаете, а есть система именно другая, которая государство вам дает пенсию. К сожалению, в такие госпиталя очень сложно устроиться, потому что, как кто-то туда устраивается, они уходить не хотят, потому что они все хотят получить эти льготы. Держатся за свое место. В других местах, в частных, или в госпиталях, которые не государственные, не коммерческие, не государственные, есть система накопления, при которой, допустим, я откладываю 3-5% от своей зарплаты, и тогда мне работодатель тоже дает 3-5%, в зависимости от того, сколько я откладываю. Конечно, есть потолок. Допустим, работодатель может сказать, больше 5% я откладывать не буду. То есть я сама могу сказать, я буду 10% откладывать, но больше 5% мне дальше работодатель не даст. Это про вот эту вещь. Про отпуска. Отпуска есть, конечно, оплачиваемые. В зависимости от контракта, который вы подписываете, это может быть от 2 до 3 недель оплачиваемого отпуска в год. Чем хорошо, когда вы работаете в смену, хорошо тем, что вы, в принципе, работаете только 3 дня в неделю, по сути говоря. То есть поэтому, если у вас 2 недели отпуска, это получается 10 рабочих дней, то эти 2 недели, в принципе, можно растянуть на практически 4 рабочих недели. А можно совмещать где-то, вот в одном госпитале работать и в другом? Конечно, конечно, можно. Тут вас никто не остановит. Нежелательно это. Почему? Потому что идет изнашивание и тело организма, и психически идет изнашивание, выгорание идет. Но есть очень много у меня знакомых, которые работают в одном госпитале 3 смены, и в другом госпитале либо иногда берут, когда хотят, либо еще 2-3 смены берут на полную ставку. Такие тоже трудяги есть, которым хочется, я не знаю, купить дом побольше, либо детей выучить, либо еще какие-то цели жизненные есть. Некоторые работают на двух работах. Ну да, но это так все хорошо звучит, что я не могу не сказать и не спросить, точнее о минусах. Все-таки минусы-то должны быть. Понимаю, что работа не всегда легкая. Это связано еще и с тем же ковидом, то есть приходится работать с ковидными пациентами. Вот какие минусы все-таки есть у этой работы, потому что о плюсах-то понятно. А вот минусы, что вот можно сказать? Минусы, конечно, есть. Например, если мы говорим о работе именно в госпитале, то работать приходится и в ночь иногда. То есть в зависимости от того, какую работу вы нашли. Если вы нашли работу в ночь, вы работаете постоянно в ночь. Если в день, то постоянно в день. Конечно, в ночную смену тоже добавляют немного денег, в ночные смены тоже есть такая вещь. Но для организма это очень плохо. Организм, опять-таки, изнашивается. Приходится работать в выходные и на праздники. То есть, конечно, там есть rotating schedule. То есть не каждый Новый год, допустим, вы работаете. Вы меняетесь с другими людьми. Но все равно какими-то праздниками приходится жертвовать. Где-то вот вы не увидите семью на Новый год, где-то на Рождество, где-то на 4 июля, я не знаю. То есть на разные праздники. Суббота и воскресенье меняются поочередно. То есть каждое второе субботу и воскресенье приходится работать. То есть вот это тоже минусы. Не видите семью тогда, когда хотите видеть. Плюс еще, конечно, тут надо понимать, что медсестра несет на себе намного больше ответственности, чем во многих других странах и местах. Медсестра как вот, как это получается, главный координатор всего. То есть если семья звонит узнать о статусе пациента, это медсестра отвечает. Если доктор что-то ему нужно, ему нужно предписание новое дать, либо ему нужно помочь что-то сделать, либо помочь перевязку сделать, либо еще что-то, это опять медсестра. Если звонят из лаборатории, говорят, что там какие-то плохие лабораторные пришли, кому это все извещается? В первую очередь медсестре. И, соответственно, все, что касается пациента, то, что ему нужно сделать, помочь, лекарства дать, в туалет сходить и так далее, и так далее. Да, есть помощницы медсестры, но все равно главным делом это все медсестра. То есть у медсестры есть помощницы, оказывается, еще, да? Есть помощники медсестры, по-нашему называются нянечки, которые там вносят, допустим, утки и так далее, nurses' aids, да? Вносят утки, помогают мыться и так далее. Но, опять-таки, их тоже на всех не хватает. То есть очень часто, работая в команде, мы как бы подхватываем друг у друга обязанности, да? И помогаем друг другу, потому что главная цель – это помочь пациенту, правильно? А не выяснять там, кто чего должен делать на работе. Поэтому вот так. Конечно, да, работа очень стрессовая, потому что тянут в разные стороны, все что-то хотят. Обычно потому что не дается, один пациент дается только если очень трудный пациент в реанимации. В остальных случаях на обычных этажах дают от пяти и более пациентов, да? То есть это может быть от пяти до семи пациента на медсестру. И вот все, что касается ухода, все завязывается на медсестре. Поэтому очень стрессово, очень много, как бы, опять-таки, выгорания бывает, потому что хочется всем сделать хорошо, не всегда это выходит. Пациенты тоже бывают разные, бывают трудные пациенты, бывают капризные пациенты. Это всем понятно, да? Бывают постарше, которые люди тоже со своими разными, как бы, нужно ко всему подход найти, общий язык и так далее. Вот. И еще какие случаи бывают, что когда не хватает людей, не хватает персонала. Вот тогда увеличивают нагрузку на тебя, дают тебе дополнительных пациентов. И иногда бывает так, что просто не хватает рук на все. Я понял. Ну, хорошо, мы выяснили, сколько можно заработать, какой график работы, отпуска, перспективы. Кстати, картиночка пропала, Надь, ты что-то там нажал? А тут мне звонят, мне звонят, потому что… А, вот, мы уже закругляемся. Значит, хочется еще спросить. Сами был в Майами два года назад, вот в преддверии этой короны. И я знаю, что с этого момента очень сильно выросли цены на аренду недвижимости, очень выросли цены, да вообще, наверное, на все. Вот хочется понять, сколько нужно денег сейчас, чтобы жить в Майами. Я имею в виду снимать квартиру или комнату, сколько уходит на питание, сколько, ну, на элементарные траты, там, аренду машины, вот, чтобы работать над сестрой, что-то откладывать, в общем-то, и жить достаточно, ну, не то, что в себе, еще не комфортно жить, вот так сформулировать. Ну, вот, примерно я вам могу сказать, смотрите, я живу на второй линии, да, то есть через дорогу от океана, и примерные цены у нас сейчас за квартиру с двумя спальнями и большим залом, да, от, в районе от две с половиной до трех, трех с половиной тысяч долларов в месяц. Вот, конечно, если жить с кем-то, если жить, если есть муж, да, тоже, который работает, или жена, которая работает, то, конечно, эти, ну, эти расходы разделяются, да. Ну, да. На еду в среднем, ну, я не знаю, если честно, мне очень трудно так вычислить, на еду в среднем, ну, наверное, около до двух тысяч, где-то до двух-трех тысяч уходят на семью, на маленькую семью из трех человек. Ну, вот, это при этом... Ну, то есть, например, 600 долларов на человека, да, ну, вот так вот, если... Ну, примерно, да, примерно получается так. Плюс еще, допустим, если садик отдельно платить, да, это садик, да, это около тысячи долларов в месяц тоже. Если ребенок в школу ходит, которая школа государственная, то там уже, соответственно, ничего не платите. Вот, ну, и плюс кружки, плюс какие-то развлекаловки, вот это вот все, конечно, тоже занимает, тоже берет деньги. Вот, ну, вот смотрите, если смотреть, там, две-три тысячи на аренду, плюс две тысячи, допустим, на еду, ну, опять-таки я говорю, да, на семью из трех человек, около пяти-шести тысяч в месяц, ну, плюс еще машина. Ну, у нас как бы машина уже своя отбачена, я не считаю. Ну, я бы считал, на самом деле, просто вот я думаю, что будут смотреть преимущественно люди те, которые без семьи, они хотят поехать в Штаты, им будет удобнее посчитать, сколько для старта. Они все поедут с дипломом, все хотят стартовать, возможно, снимать комнату, питаться там, совмещать аренду авто с общественным транспортом. Вот нужно определить тот самый минимум, чтобы народ посчитал. Так, я заплачу фирме, и, соответственно, буду работать медсестрой, у меня будут там три дня рабочих в неделю, соответственно, я буду зарабатывать 6 тысяч долларов в месяц за вычетом налогов, и с этих 6 тысяч долларов я буду платить, например, тысячу за комнату. Ну, есть такие варианты сейчас или нет? За комнату тысячу, ну, можно найти, почему нет, зависит от района, в принципе. Ну, да, соответственно, там остается пять. Мы возьмем тысячу на еду там и общественный транспорт, реально? Реально, да. То есть две тысячи, да? Тысячу возьмем, там, на непредвиденные расходы что-то купить, что-то там это, где-то в ресторан сходить, и остается практически 3 тысячи долларов, которые можно куда-то инвестировать, что-то там отправлять. Как-то вот правильно я посчитал или какие-то перпишевки были? А 6 тысяч, это как мы посчитали 6 тысяч? А я почему-то подумал, что 6 тысяч долларов может заработать медсестра в месяц при том, что она работает перед днем неделю, нет? Нет, вот смотри, если получается здесь, по Майами, если считать, начинаем если от минимума, то 20-25 долларов в час. Так. 12 часов смена по 20 долларов в час, это сколько? Это 240, правильно я понимаю? Да, 240, так. Да, 240 на 3, это 600 сколько? Ну, 720. 720. 720 в неделю. 4 недели, это у нас сколько получается? Ну, 3 тысячи получается. 3 тысячи, никак не 6. Да, я просчитался, да. Ну, опять же, там 6, например, работать в одном и во втором госпитале. То есть человек приехал реально работать, покорять Америку. Вот так. Да. Вот если так, да, если работать, нещая себя, то говорят. Да, будут смотреть, я приехал, я хочу работать, я хочу покорять, хочу двигаться. Все, 2 работы, 6 тысяч долларов в месяц. И понятно теперь, что остается там 2 тысячи долларов, с учетом того, что ты кушаешь, оплачиваешь аренду, что-то на себя тратишь, что-то в ресторан вышло погуляло, грубо говоря, раз в неделю. Ну, я думаю, что это неплохая перспектива по сравнению с большинством городами России. Это просто фантастика. Я думаю, что надо подводить в рамках регламента. Все так быстро прошло, и очень интересный разговор. Контакты, надежда, будут в описании к этому видео, если кто-то заинтересуется, захочет подробности, захочет консультации каких-то. Ты же оказываешь консультации, правильно? Вот если человек хочет приехать в США, устроиться по специальности или связанной с медициной профессией, ты же сможешь подсказать. Правильно, люди? Да, подсказать могу. Да, у меня даже есть свой курс на веб-сайте, на своем же. Курс есть для новичков, которые вообще приходят с нуля. Есть помощь, чтобы сдать экзамен тоже, потому что не все сдают этот экзамен. Экзамен достаточно трудный. Конечно, обращайтесь, помогу информацией, советом, также веду блог. В блоге тоже очень много интересного для тех, кто именно хочет попасть в сестринское дело. Ну, отлично, я все ссылочки размещу под видео. С вами был Бессонов, добро пожаловать на канал Бессонов, на канал go2usa.ru. Канал для тех, кто хочет попробовать себя на территории самого успешного государства в мире. Это территория США, конечно же. Всем пока, подписывайтесь на каналы. See you soon.